Снимались? Да. Привет, наши жжжшники. Мы сегодня с Олег Ивановичем решились попробовать в роли видеоблогеров. Вроде бы, у них что-то получается. Мы сейчас находимся в центре фотографии. Туда смотри, вот туда. Смотри, смотри. В центре фотографии «Братья Плюмьер». Фотографии посвящены событиям 1968 года, а именно, вторжением советских войск на территорию Чехословакии. Фотографии, конечно, просто. Мы-то уже здесь обсмотрели, все полчаса ходили, смотрели, а сейчас как-то решили с вами поделиться. Если вам слышно, какая здесь музыка, то она передает шикарную атмосферу. Нет, подождите, музыка сейчас появится. Вот. Надеюсь, вам слышна музыка, которую здесь поставили. И на самом деле фотография в совокупности с интерьером, с этими звуками очень передает те, то настроение, тех событий. На исключенных фотографиях, да. Да, особенно вот эта фотография, конечно, еще там дальше есть очень парочка. Ну, 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 вот там вот я от старика хочу заснять. Нет, там еще есть. 68. Конечно, мы сюда шли, полчаса искали, где это находится. Замерзли, голодный, холодный. Ну, это того стоит. Конечно, того стоит. Да. Вообще, всем, кто сейчас находится в Москве, советуем обязательно посидеть. Ну, на самом деле, такая странная очень тема. Непонятно, что именно происходило в те события. Ну, как непонятно? Ну, непонятно. Ну, нет, ну, там есть два мнения. Никак таковой не было. Тихо, 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 тихо. Ой, тихо. Были какие-то напряжения? Не, ну, проблема в том, что к этому можно относиться двояко. Естественно, как я, как я любитель Великого Советского Союза, отношусь к именно восстанию этой молодежи не очень хорошо. Так тут еще на фотографиях есть жертвы, как показывается. Да. Вот так они рисовали на наших танках. Быть может, вообще, как бы, подразумевается, что это советские оккупанты расстреливали, а на самом деле, быть может, это вообще какие-то американские. Ну, не американские, но смогли быть любые знают, конечно. И чтобы специально разрушить Советскую власть. Да, так сказать. Все-таки тема свободы, она определенная. Тема свободы определенную нагрузку несет. Под свободой всегда какую-нибудь фигню подсовывали. Свобода – это современный троянский конь. Они просто хотели носить джинсы. Тоже. И красивую прическу. Надеюсь, наш сарказм не поймут неправильно. Все-таки это трагедия, но все-таки. На самом деле, когда мы зашли, такое настроение, прям, прям, мы серж с собой. А каково было тем советским... Нет, нет, мы шли. Нет, нет. А каково было тем советским... Сейчас, 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 сейчас. Нет, ты задумайся, да, каково было вот этим советским солдатам, которых туда отправили, а? Их называют фашистами, обливают краской, да, ежут, ну, это тоже будет давление эмоциональное, они очень приятные. Ну, это же долг их. Ну, да, ну... Хотя, какой долг? Долг защищать, наверное, ну, там же... Ну, это стратегическая защита от границ. Вот они на фотографии. Да, жертвы. Да, ну, столкновение молодежи. Ну, тоже молодежи вопрос там, что со стороны молодежи кто-то стрелял. Если посмотреть, тогда иногда нет, есть от пуль. Ну, естественно, он... Следы. А может, дело было все просто в том, что они европейцы, а мы, не знаю, альтернативные европейцы. Молодежь вообще благодатная почва для того, чтобы какую-нибудь фигню замутить под призывом свободы. Да. Во многих, кстати, такая как ровная, что даже продуктовые магазинчики, кафешки уже превратились, даже не знаю, как рассказать, но уже... It's time to. Oh, yeah. Вешеные какими-то плакатами, с лозунгами. Как там Ленин? Ленин, Альт, проснись. Да, Ленин, проснись. Брежнев сошел с ним. А, кстати, мы их сейчас покажем. Чуть-чуть рассказывать. А где они были, кстати? А, вот одна из фотографий. Что скажешь дома? Своей маме. У нас мертвые. Почему вы стреляете, друзья? У нас нет оружия. Ну, еще не поймут, кто стрелял. Да стреляли все. Все стреляли. Может, там не только были советские, то есть. Ну, понятно, что не только советские стреляли. А кто еще? Естественно, с той стороны молодежи тоже стрелял кто-то. Да, но я думала, были и третьи лица. Ну, 100% были и третьи лица. И они... Кстати, пойдем с плакатами, зайдем в зал с плакатами. Сейчас мы вам покажем местный агитпроп. Либероидов прошу не обижаться, но я люблю Советский Союз, так что вы идете мимо. Вот, ну вот. Ну, не, ну вот, понадобитесь либероидам. Это наше. Мы такое любим, очень даже. Не, мне эти плакаты противны, потому что они против Советского Союза. Вот. Ленин, проснись. Это самая распространенная надпись на стенах пражских домов. Но у нее есть одно предложение. Брежнев, продолжение, то есть. Брежнев сошел с ума. Ничто другое настолько точно его... Бизарно не отражает ситуация, в которой мы находимся. Это вероятность, абсурдность. В прямом смысле своего сумасшедшего. Рина лезет под кадр. Да вы что, с глазами все еще? Вот так вот. На самом деле шикарные плакаты. Да, очень. Домой поукрасть. Один. Вот все об этом думаешь, украсть, украсть, украсть. Ну я же в России-то живу. Такое небольшое путешествие, да. Мы дополним его своими фотографиями. Алина, попрощайся. Все-таки первый твой опыт видеоблогера.